МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского. Обзор основных событий этого дня в студии Ирины Камышова. 54-летняя карагандинка снова оказалась на улице. Режиссер приключенческого фильма Жао Жирек Мэнбала Акан Сатаев в Караганде. В городе произошел вооруженный налет на магазин бытовой техники. В Караганде прошло 11-е выездное пленарное заседание Совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан. Вел заседание председатель Совета, председатель агентства по защите конкуренции Кабидулла Абдрахимов. Совет по молодежной политике при президенте Республики Казахстан является консультативно-совещательным органом. Создан он в 2008 году. В его состав входит 29 человек. Это руководители государственных органов, республиканских и региональных молодежных организаций, представители научной и творческой молодежи. Караганда сегодня это эпицентр молодежной политики Республики Казахстан, потому что именно сегодня большая делегация лидеров молодежи, представителей различных регионов Казахстана приехали сюда, в Караганду, для того, чтобы провести выездное заседание Совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан. Вы знаете, для нас это большое достижение, потому что этот совет работает, этот совет реально действующий орган, который принимает реальные решения для решения вопросов молодежи, да, простите за тавтологию, но это на самом деле так. И вы знаете, если раньше наши заседания не проходили только в Астане, то сейчас мы очень рады, что заседания проходят в различных регионах Казахстана. Сейчас в регионе осуществляются многочисленные прорывные проекты, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию, повышению качества жизни населения. В связи с этим на заседании также была организована выставка, которую представляли даже школьники. Я ученица школы Дарын, представляю проект по физике на тему разработка многолопастного ведродвигателя на основе эффекта Магнуса. Макет данного ведродвигателя представлен перед вами. Так, что тут еще можно вам рассказать? Сегодня проходит какая-то особенная, наверное, выставка, в которой Караганинская область выступает впервые. И хочется сказать, что это очень хорошо, наверное, потому что это сделано для какого-то продвижения молодежи, для чего-то такого, что будет давать будущее нам вперед. С этим проектом я ездила в Америку, я занялась этим проектом первое место. На заседании по различным аспектам реализации молодежной политики выступили представители Министерства труда и социальной защиты населения, Министерство сельского хозяйства, заместители Акима Астаны и Акмулинской области. Также выступил Акима области Абельгазы Кусаинов. Он напомнил, что по поручению главы государства разрабатывается новая концепция государственной молодежной политики до 2020 года. Правительством страны готовится системный пакет законодательных и социально-экономических мер по формированию социальных лифтов для молодежи. Морал Тукенова, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В своем же годном послании народу Казахстана глава государства поставил задачу по повышению эффективности рынка труда, вовлечению малообеспеченного и безработного населения в активные программы занятости. Аким города Бауржан Абдишев ознакомился с ходом реализации программы занятости 2020, а также насколько задействована в программе карагандинская молодежь. Основными задачами программы являются вовлечение самозанятного, безработного и малообеспеченного населения в активные программы занятости, развитие кадрового потенциала для реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, совершенствование системы оказания адресной социальной помощи. Программа в первую очередь направлена на обучение, трудоустройство, содействие в открытии и расширении собственного дела по месту жительства, а в случае отсутствия таких возможностей, содействие добровольному переезду из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом в Центр экономического роста с целью расширения доступности продуктивной занятости. Мы не были обучены категориям, где знают версию бухгалтерии 1С, версия 7, они были обучены 7, а нужна версия 8. Кассиры не могли пользоваться красным аппаратом, вот эти проблемы у нас возникали. Также дело производителей, обучение государственному языку тоже было на низком уровне. Поэтому мы на сегодняшний день испытывали проблемы с трудоустройством, и это, в общем-то, все замечания, все наши предложения были отправлены в областную операцию, и, в общем-то, они нашли свое разрешение. В этом году продолжена работа в данном направлении и планируется направить на обучение 175 человек, на переподготовку 50, на подготовку 45 человек, на повышение квалификации 80 человек. С начала года получили консультацию, 620 человек, из которых 197 человек, изъявили желание пройти курсы профессионального обучения. Должен быть состоять в очереди получения жилья в Уполномочном органе. Второе – это должен быть безработный и малобеспеченный самозанятые граждане, состоящий в учете органов занятости. И третий – должен не менее трех лет проживать в городе Караганде. Основные три критерии. Реализация программы содействия развитию предпринимательства на селе в городе Караганде не смотрится в связи с отсутствием желающих открыть собственное дело в сельском местности. Казахстан первый во всем СНГ, которого реализуют таким программам благодаря президенту. Это надо до конца довести, я так понимаю. Ничего не догма, да, ни одно постановление, ни закон и так далее, все можно и не постановить. Но вы должны идти не просто констатировать факт, а вот это так, это так, а реально предлагают. Жезер Абдреймова, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В одном из наших выпусков новостей мы рассказывали о женщине, которая на протяжении трех лет жила на улице, сколоченной из досок будки. Благодаря нашему телеканалу 54-летнюю Карагандинку удалось приутить Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Однако спустя некоторое время женщина снова оказалась на улице. Подробнее в следующем материале. Такой Елена Михайловна Петрова была четыре месяца назад. Тогда у женщины не было ни кола, ни двора. Февральские 40-градусные морозы бездомная обитала неподалеку от автостоянки в 23-м микрорайоне Пришахтинска, сколоченной из досок будки. И так на протяжении трех лет двум дочерям женщина оказалась не нужна. Тогда Елене Петровой оставалось лишь мечтать о лучшей жизни и молить Бога о том, чтобы очередная зимняя ночь не стала для нее последней. Уберите эти морозы, как они надоели. Это сел нету, по морозам, на морозах спать, и на морозах надо еще ходить, пальцы отмороженные. А это та же Елена Петрова спустя всего неделю. После визита нашей съемочной группы бездомные заинтересовались в Акимате Октябрьского района. И женщину определили в Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Вот мне кроватку дали, чистая постель, чистая дьявол, господи, все, все чисто, все бедненько. Вы знаете, мне как-то непривычно. Как хорошо, а там бы на морозе, как представляешь, идешь сразу в свою самую сторожечку, печка топится. Вместо обледенелых постелок теплая кровать, а в тарелке теперь не собачья похлебка, а нормальная еда. Здесь есть все условия для нормальной жизни. Казалось бы, живи и больше не вспоминай холодные и голодные дни существования на улице. Однако, это Елена Петрова спустя 4 месяца. Из Центра адаптации она ушла. И теперь женщина снова живет на улице. Добавок ко всему, ее будку уже давно разобрали. Женщина просто променяла нормальные условия для жизни на стакан водки и бродяжничества. Где? Присяду, там и лягу. В Центре адаптации нам рассказали, что такое случается. Люди, привыкшие к жизни на улице, просто уже не могут встать на иной путь и начать жизнь заново. Ушла по заявлению, так как она у нее в Пришахтинске есть, знаете, можно сказать, будка. Даже у собак, наверное, будка бывает получше. Вот, ушла в свою эту будочку, так как все равно эти люди, которых нельзя, у них деградация в течение, вот смотрите, она, по-моему, с 50, так, Петрова с 58-го года, да? Вот, представьте, сколько ей лет, и можно ли ее здесь адаптировать и переучить, да, или чему-то научить. Как это ни печально, но тяга к алкоголю и вольной жизни сводят к нулю все усилия врачей, специалистов и просто людей, которые пытаются помочь запутавшемуся в этом мире человеку. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Вчера произошел налет на один из магазинов бытовой техники. Сотрудники полиции сработали оперативно. И за короткое время, с богорячим следом, разбойное нападение было раскрыто. Налет на магазин бытовой техники произошел вчера около 11 часов в Казбек-Бийском районе. Как сообщает пресс-служба ДВД области, двое неизвестных в масках ворвались в помещение магазина и, угрожая оружием продавцу, пытались завладеть деньгами. Однако в кассе денег не оказалось. Подозреваемые скрылись на автомашине БМВ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое парней. 92-го и 90-го года рождения. Оба не работают. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых 20-24 лет, задержанные во дворин изолятор временного содержания. По данному факту возбужденного уголовного дела проводятся расследования. Менам Гусал Кимбаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Приключенческий экшен «Жао-Жирек Мэнбала» стал популярен не только среди казахстанских, но и зарубежных киноманов. Карагандинской публике о самом масштабном в истории национальной киноиндустрии фильме рассказал режиссер Акан Сатаев. Действие кинокартины происходит в первой половине 18-го века, переломную эпоху казахской истории, когда в войне с джунгарами единство казахского народа и героизм становятся решающей силой на пути к обретению свободы. По сюжету наравне со взрослыми на защиту родной земли встают и юноши во главе с отважным Саратаем. Его легендарный войско, известное как «Тысячи воинов», вступает в бой с противником и меняет ход войны. Для молодого режиссера Акана Сатаева это первый фильм, снятый в историческом жанре. Акан признается, что для него эта работа – большая честь, и он очень волнуется в ожидании оценок зрителей и критиков. «Надеюсь, все будет хорошо, и этот фильм найдет отвлек в сердцах зрителей, потому что мы старались сделать хорошее кино», – отметил режиссер. «Добрый вечер, уважаемые земляки, любимые земляки. Я очень волнуюсь, очень волнительно быть у себя на родине. И он долго здесь не был, поэтому вдвойне приятно». Чтобы приблизить действия к реальности той эпохи, на съемочную площадку были приглашены более 20 казахстанских и иностранных консультантов. Снимали фильм под Алматой «Копчегайские степи», «Урочище Капала-Рсан» и «Большое Алматинское озеро». В этих местах проходили главные батальные сцены с пиротехникой и каскадерскими трюками. Четыре месяца в холод и в жару вся съемочная группа трудилась в поте лица. «Очень отрадно приветствовать карагандинскую публику. Хочу сказать, как актеры, это не только наша заслуга, но и заслуга молодежи, молодых актеров. Желаю приятного просмотра». Новой казахстанской картиной заинтересовались несколько десятков мировых прокатчиков. Неудивительно, что Жалжирек Мамбала вызвал слезы у зрителей на Каннском фестивале. Морал Тукенова, Кайра Трошитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Карагандинский театр музыкальной комедии присматривается к молодому режиссеру из Питера. Призер итальянских конкурсов, выпускник Санкт-Петербургской консерватории, думает начать свою карьеру в шахтерской столице. Как сообщает газета «Новый вестник», прежний дирижер ушел из театра по собственному желанию. Его место пока не занято. Возможно, в скором времени его займет выпускник Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Римского-Корсакова Антон Торбеев. Антону 26 лет. Несмотря на свой возраст, у него большой сценический опыт. За плечами Антона консерватория, кафедра оперно-симфонического дирижирования, а также несколько международных конкурсов. Об этом дирекция театра узнала из заявки, которую Антон Торбеев прислал по электронной почте. На сегодняшний день в планах Антона устраивать в Караганде тематические вечера с интересной музыкой. К новостям спорта. Боксер, чемпион мира по версии WBO Роберт Штиглиц посетил наш город по приглашению Федерации бокса. Он ознакомился со спортивными объектами, а также пообщался с молодыми воспитанниками казахстанской школы бокса. На протяжении в данный момент уже шести титульных боев Роберт защищает свой титул чемпиона. В августе этого года состоится седьмая обязательная защита пояса. После своего визита в шахтерскую столицу чемпион отправляется в Германию, чтобы начать подготовку к бою с Артуром Абрахамом. До этого карьера Роберта могла продолжаться в другом виде спорта, а именно в карате. Пять лет занятий и зеленый пояс – таковы достижения в занятиях восточными воденоборствами. Далее бокс и только бокс. У Роберта также растет сын, который уже проявляет интерес к увлечению отца, но сам чемпион не хочет, чтобы его потомок переходил в профессиональный бокс. За 11 лет своей карьеры у Роберта Штиглица, по его словам, были и сложные бои. Сильный бой, который мне очень сильно запомнился, когда я тоже еще долгое время болел, это против Александра Берио, колумбиец, черный, высокий. Мы дрались у меня дома в Магдебурге, и это, можно сказать, очень такая дуэль была, очень напряженная, 11 раундов, и я в 11 раунде его нокаутом выиграл. Общение на русском языке не составляло труда для чемпиона мира. Все родные Роберта роданы с Кокшитау, а вторым языком является немецкий, потому как свою спортивную карьеру Роберт построил именно там. После пресс-конференции все молодые боксеры могли взять автограф у чемпиона мира. Далее у Роберта вылет в Германию и подготовка к бою. Александр Криво, Балжан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok